Как минимум двое мирных жителей погибли в результате артобстрела в Донецке. Пятеро получили ранения. Сегодня массированной атаке подвергся аэропорт. Грады разрушили диспетчерскую вышку. Множество разрушений зафиксированы в Киевском и Петровском районах города. Некоторые кварталы остались без газа и тепла. Подробнее Светлана Павлюкова. Артиллерийские залпы в Донецке раздаются круглосуточно. Наиболее интенсивные обстрелы ночью. Среди мирного населения новые жертвы. В минувшие сутки погибли два местных жителя. Трое получили ранения. Этот мужчина инвалид войны. Говорить не мог даже представить, что снова придется переживать подобное. Под звуки канонады о своей жизни в поселке Октябрьский рассказывают местные жители. Обстрелы в этом районе не прекращаются несколько суток. Тем не менее люди не покидают свои дома. А куда? Некуда ехать. Летом переезжали в Макеевку на магистральную и решили домой приехать. Где бы ты ни был, ты все равно домой вернешься. Да, все равно домой хочется. Под интенсивным обстрелом Петровский и Киевские районы разрушены дома в частном секторе. Без стекол остались сотни квартир. В этом доме снаряды изрешетили крышу и две комнаты. Владельцы чудом уцелели. Снаряд, который пробил пол, не разорвался. Либо град, либо кассетная. Градом побило стены, машину побило. Один снаряд. Крыша разорвалась, чтобы шить на заборах. Также снаряд Града пробил газопровод среднего давления. Зинаида чудом уцелела. Во время взрыва женщина проходила мимо. От пламени на ней загорелась верхняя одежда. Стрельнула. Я так упала на землю, на снег. И она начала стрелять. Я начала кататься, кататься, кататься. А потом мне с подъезда выбежали мужчины и полоком проволокли. В результате разрыва коммуникаций без газа семь котельных и несколько тысяч абонентов Киевского района. Остались без отопления также больницы, школы и детские сады. Взрывной волной в блистоящем доме повыбивалось стекла. Местным жителям уже не первый раз приходится заново остеклять свои квартиры. Напряженно остается ситуация в Донецком аэропорту. Там разрушена диспетчерская вышка. По данным силовиков, под ударом и близлежащие населенные пункты Опытная, Пески, Невельская, Красногоровка и Тоненькая. Также силовики сообщают о 13 артиллерийских и минометных обстрелах. Их позиции вблизи Мариуполя. Чермалы, 5 обстрелов. Гнутова, 4 обстрела. Николаевка, 3 обстрела. Николаевка, 2, 1 обстрел. Пострадавших, к счастью, нет. При атаке украинских позиций в населенном пункте Гнутова был разрушен частный дом.